ну что друзья всем привет так получилось что пропала из вида из вида ютуба на несколько месяцев была небольшая у меня типа депрессия выгорание еще что-то как-то назвать не знаю но какой-то стопор был не хотела ничего выкладывать снимать показывать а потом мои девочки флористы уже говорят тамара ну не забрасывайте давайте выкладывайте возобновляйте вас такое настроение сразу поднимается когда вы снимаете так что я подумала ну да уже начала как-то было так прикольно забавно эти все ролики снимать и думаю ну хорошо буду продолжать так что у меня был материал еще про 8 марта снятый но я его тогда еще сразу не выложила вот только сейчас его выкладываю и можете посмотреть досмотреть как же у нас прошло 8 марта так что еще раз извиняюсь что так получилось забросила всем приятного просмотра надеюсь у меня больше не будет таких пропаданий надолго так ну что друзья сегодня у нас 6 марта я пришла полной боевой готовности здесь у меня уже виктория сегодня марина сделала вот такую красивую композицию сейчас я ее поснимаю поближе и александра у нас сегодня нам помогает завтра еще будет у нас дарья будет 4 флориста и я я в основном принимаю заказы девочки делают их и на витринку заодно в общем суеты уже нас хватает вчера еще как-то не так много было 5 числа чем и размеренно делали витринку все подготавливали то все переживали сегодня уже суета с утра началась приходят заказывают в школу много поздравлять учителей и уже на 8 мужчины приходят заказывают букет композиции так что мы работаем сложно здесь оттенки розовые голубые я ставила их на два цвета сначала на синий потом на розовый также ароматная матеола сухой цвет и лагурус до получилось она по стоимости на 3000 до сейчас будет еще поснимаем так а вика века делает на весеннем делать такой корзинки мне так и не нравятся очень миленькие привезла новые картинки у нас как всегда все новое сразу хватают что-то новенькое о сразу новые идеи появляются такое желто-сиреневое сочетание да будет еще ароматная за счет так ладно пойдем еще к саше попристаём она нам расскажет что ты тут делаешь саша у нас здесь с кэри кэри ей помогает до кэри весьма верит и помогаешь саша нужна компанию он уже лапу лап уже откусил то что ему разрешил это сделать а у тебя сразу две наготове композиции ты прям мастер здесь гортензия до тюльпаны ну хорошо хочу сказать что мы выкладываем все в телеграм-канал там удобно в том плане что она идет вот так лентой мы туда выкладываем готовый букет от фотографированный и уже с ценой и вы вот так листаете и там как каталог можно так сказать листаете выбираете что вам хочется нам пишите и мы говорим да еще свободно еще есть так что пишите звоните пожалуйста нам через телеграм я тут колдую с красителями видите подготовила мне зеленая синие розовая вот три вазочки чуть-чуть налила водичку чуть-чуть краситель подготовила тюльпанчики белые в основном мы красим а вот эти с розовинка я поставлю на голубую водичку у них уже розовый есть оттенок еще посмотрю как покраситься все сейчас буду ставить девочки сделали много красивых композиций мы сейчас их подготовили для фотосессии разная цветовая гамма и такая нежная радужная и вот эти мои любимые синие лавандовые вот такая насыщенная бордовая и зеленоватые оттенки на нации кто молодец все молодцы теперь я иду кириллом кирилл у нас тут помогает уже хотела сказать шестого нет уже несколько дней ты на помогаешь да уже лет шесть лет шесть помогаешь я думала несколько дней вика делает композицию ящички небольшие это на заказ нет на витринку кэри переживает хочет участвовать во всем так я еще поставила на воду тюльпаны а я тут красиво так накрасили сейчас я покажу вот какие красавцы они были белорозовые я их поставила на синюю водичку и эти еще стоят красятся эти уже выставляю постепенно на воду а вот роза были белые покрасились на розовой водичке сейчас я их поставила на синюю посмотрим потом сейчас вытащили все фотографировать фото сессия у букетов композиции заканчиваем работу перри сходит с ума у нас там сегодня уже все мы плодотворненько поработали на принимали много заказов да перри 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 птичка птичка успокойся а так вот перри тут суетиться сегодня весь день весь день он беспокойный нервничает так что у нас тут марина заставляет улыбаться марина делает коробочку это завтра на утро поэтому мы еще доделываем вот это как на четырнадцатая у нас были коробочки только чуть-чуть они пришли другие должна закрываться открываться тут конфетки заполнили витрину красивыми букетами композициями завтра надо половину все это продать еще там под подиумом я достану будут еще смотрите какие яркие накрасить в общем тюльпанов у нас много-много-много-много-много-много разных цветов и оттенков это всего лишь малая часть того что у нас закуплено все на сегодня все мы принимали заказы делали я выставляла тюльпаны на вводу с луковиц накрутила тюльпанчиков по одному по 3 по 5 чтобы завтра уже отдавать завтра школьники и будет поздравлять и вот это они у нас будут кому 3 кому 5 кому 1 кому 10 по одному заверните да вот слышите как керри керри нервничает там друзья всем приветик первый раз сегодня взяла телефон то не было настроение тусил то времени то еще чего-то в общем у нас идет рабочий процесс мы все трудимся делаем букеты композиции заполняем витринку уже делаем заказы я принимаю заказы и даже поснимать никогда вот немножко немножко нашли время дарья у нас здесь сегодня пришла к нам на помощь сделала такую большую кровь композицию уже заканчивает расскажи мне что здесь по составу здесь по составу розочкой пионы орхидеи сомбелью фрезия для запаха львиный зев тюльпанчики есть вот кончики мы подкрасили зелененький не помним как называешь колеб но такой интересный экзотический цветок молодец такая большая получилась объемная и еще покажи какой-то букетик сделала классный объем вот из одноголовый хризантемы дальше сделала букетик такой пышненький объемный из всего сколько здесь штук из семи на вот еще такая есть у нас молодец даша вообще она сделала много красивых букетов принесла нам новинки такие орхидеи с чем там орхидея гортензия и тюльпанчик сейчас попозже будем делать я еще поснимаю их они очень красивые композиции у нас собирают не успела их пофотографировать так что хотя бы поснимаю видео любят у нас клиенты бело-голубые сочетания цветовые потому что они необычные да красивые карточку и там и а и и и и и и и и Спасибо большое, до свидания и у вас наступающих. Даша делает букетик. Ты уже сделала такие показания? Даша сделала тут красивые букетики. Я ее прошу, ну покажи мне, ну покажи. Это на заказ. Она сделала один, мы показали, теперь их много делает. Всем понравились, потому что, да? Букетик вроде бы простой, но очень эффектный. Гортензия из нее как бабочки выпрыгивает, орхидейки и пионовидные тюльпанчики. Они раскроются и будут по объему такая же, как эта страна. А вот это что у тебя такое? У него из Тифа ковыль. Воздушный такой. Да, вот. Таша у нас разработала новый дизайн букетов. Привнесла к нам в магазин и клиентам сразу они понравились. Теперь она их крутит. На свою голову придумали. И цвет очень хорошо. Да, сочетание такое. Вроде как тут светлые, а тут темные. Но вот этот малиновый он поддерживает вот это все. Красота. Так, а Виктория наша делает композицию на заказ. Нам прислали фотографию, попросили похожую цветовую гамму, да? Да, чуть-чуть отключается, потому что не все цветы в наличии уже. Но по-своему тоже хорошо. Ну да. Попросили пожелание, чтобы была фрезия, вот мы поставили. Лизиантус, но его нет. Но мы заменили. Ина, к тебе и пристаю. Сейчас будем делать композицию с ними. Да. Тоже надо будет поснимать мне тебя. Красивую будешь делать, да? Да, конечно. У нас некрасивых не бывает, да? Так, ну еще пока держимся. Еще держимся, силы есть, но дел много. Не знаю, как мы все это осилим. Саша тут у нас еще. В общем, у нас Марина, Саша, Вика, Даша и я. Создаем красоту, ставим на витринку. Но не успеваем, не успеваем. Приходят, забирают. Не успеваем мы больше сделать по количеству. Хочется, хочется, очень хочется сделать какие-то интересные композиции, сборные вот такие вот по составу. Но в праздничный день рук не хватает и времени, чтобы создавать. Вот там сегодня еще чуть-чуть сделаем такие на витринку. А завтра уже будут только монобукеты вот такие подобные будут приходить. Просто мне там 25 тюльпанов, мне 15, мне там 5. Потому что вот такие сборные композиции мы делаем только на витрину или на заказ. Вот сейчас клиенты пишут, что у вас есть. Я скидываю фотографии, они забирают, забирают. В общем, кто успел, тот и с букетом с красивым и композицией. Так, Марина пришла поснимать. Уже почти готова, да, Марина? Быстро ты, молодец. У нас здесь по составу тюльпанчики, диантус, хризантемы, розочки. Ну ладно, еще потом поснимаю, пока в процессе. А ты по фотографии, да? Даша все букетики свои крутит. А у нас такие красивые тюльпанчики. А хрустят. А как они хрустят. Смотрите, какие пиончики. И на некоторых есть детки, вот, маленькие. А когда раскрываются, они вообще крупные становятся. Все в букетах мы снимали. Да, да, вот с деткой маленькой. Малыш. Такая у нас тут работа. Конечно, здесь у нас творческий беспорядок, но это нормально. Надо подведем потом. Это нормально. Сегодня еще надо много-много выставить тюльпанов на воду. Здесь уже у нас ряд опустел. Сюда выставили поближе. И под подиумом очень много еще тюльпанов, которые нужно выставить на воду и завтра их продавать. Вика сделала композицию красивую. Даша на заказ. Это вносит теперь программку в техкарты, да? Саша убежала, но сделала вот такой красивый букетик. Это на заказ тоже? Саша, заказ? Нет. Горжи. Покажись нам. Так, Даша сделала букетик из голубых тюльпанчиков. Подними, покажи нам, какой он объемный. Сколько здесь штук? 31. 31. Я очень старательно их красила вчера. Красивый, большой, объемный. Так, Марина у нас делает букетик на заказ, да? Да? Да. А, это на который на 7000? Или там 7000 все вместе? Или это один будет? На 7000. Угу. Так, потом еще к тебе подойду, поснимаю результат, что получится у тебя. Кэри с нами отказывается здесь сидеть. Он сидит у нас в ванной комнате. Сказал, у вас суета? Не хочу я с вами. Да, он нам покоя не дал. Он вчера здесь так суетился, нервничал, что сегодня я его оставила там. Сейчас пойду поснимаю там, что он делает. Кэри, птичка, ты где? Ты где, моя птичка? Здесь у нас тоже небольшой завал. Вот так Кэри тут сидит. У него есть жердочка своя специальная. Да, Кэри? Скажи, я тут прекрасно, прекрасно себя чувствую. Не трогайте меня. Да? Ты будешь? Ты будешь ко мне? Ко мне? Иди ко мне. Нет, нет, нет. Не хочешь? Не хочет. Не хочет. Ой, скажи, не подходите ко мне вообще. Вообще не подходите. Ну иди. Ну не кусайся. Ну не кусайся. Все, не хочет. Никак он не хочет. Тут у него еще одна жердочка. Да, Кэри? А я к тебе пристаю. Да. Все, ладно. Отдыхай. Я тут в ванной комнате. У нас такая ванная. Плюс подсобка получается здесь. У нас много всего лежит. Это единственная комната, где я могу скрыться и с вами поболтать по-тихому. В общем, хочу рассказать свои переживания. Это я оставлю больше для себя в памяти в этом выпуске. Все мои переживания. Я так много страдаю, переживаю и сомневаюсь. Это мой минус, наверное. Нельзя сомневаться. Ну, что хочу сказать. Этот год у нас... Что хочу сказать. Этот год у нас выпал на пятницу. Восьмое марта. Праздничный день. Пятница. И до меня это дошло аж потом. Я поняла. Когда я уже сделала заказ тюльпанов, роз и всего остального. А почему, в чем переживание? В том, что пятница и люди, многие могут уехать из города на природу, куда-то еще отдыхать. Там у нас Краснодарский край. У нас если выпадает пятница, праздничный день, то многие уезжают за город куда-то отдыхать. И когда я это поняла, то подумала, что действительно многие могут уехать. Поэтому может быть меньше заказов. Стала по этому поводу переживать. А я-то набрала тюльпанов очень много. Мне их надо как-то продать, чтобы не уйти в минус, чтобы заработать, чтобы они не остались. Такой товар, цветы такой товар, который не хранится долго. Если ты его не продал в праздничный день, то все. То ты попал на деньги. В общем, поэтому я переживала. Во-первых, пятница. Во-вторых, у нас 7-го числа, 7-го марта в город приезжал наш президент любимый. И перекрывали полгорода, дороги. Но я переживала, что тоже из-за этого не будет заказов. Потому что мы не можем делать доставки и все такое. Плюс говорили, что будет перебой с сетью. Отключали интернет, когда он приезжал. В общем, еще это. Затем, что еще? Дорого все. Клиенты приходят и говорят, что все дорого. Подорожало. Цветы подорожали. Да, цветы подорожали. И я сама от этого в шоке. И не знаю, что с этим делать. И как торговать по таким ценам. В общем, три фактора, из-за которых я переживаю. И завтра будет видно, что с этим делать. И как мы прорвемся или нет. Я крашу лотосы. Решила покрасить кисточкой. Потому что нету спрея. А нам клиент заказал композицию в черно-зеленых оттенках. И я думала, что же ему предложить черное. Придумала, что у нас есть лотосы. Мы их покрасим в черный. Еще какие-нибудь добавим сухоцветы. И получится вот такой вариант. Так что на ходу придумываю, изобретаю. Как угодить клиенту, чтобы выполнить его желание. Так что все необычные заказы. Знают уже, что мы можем что-нибудь придумать, делать, выдумать. Обращается к нам. Сейчас будем смотреть. Я поснимаю, что же там получится. Кто это будет делать. Сейчас придумаю, кому дать из флористов. Такое задание необычное. Саша делает букетики на витринку и на заказ. Вика сделала. А Марина тут делает эксклюзивную композицию. Заказ был у нас в черно-зелено-белых оттенках. Я накрасила лотосы. Вот красила, я вам показывала. А Марина теперь создает необычную творческую композицию. Сложную по сочетанию. Ну и красиво. Красиво. Нравится? Да. Так что нам клиенты задают сами такие творческие идеи. Так, Даша, иди сюда, покажи, что ты там сделала. Тоже красивый букетик. Вот. Большой. Тут полчаса его крутила, вертела, крутила, вертела. Ну красиво. У нас тоже такая клиентка экстравагантная. Любит всякие необычные штуки, чтобы мы добавили. И получился здесь по составу. Что у нас? Ну-ка расскажи. Терпантики пионовидные. Гортензия. Роза. Эсперанция. Она очень красиво раскрывается. И орхидейка. Немножко стифы ковыля. Да. И шелковая трава. Да, ковыль. А, и шелковая трава. Вот шелковая ковыль чуть-чуть. Вот эти тюльпанчики мне прям очень нравятся в букетах. Как они объем такой создают. Еще и пахнут, да. Красота. Так, Вика тут какие-то мини-букетики собирает. Так, а вот какие красивые тюльпаны. Так, я убираю. Номер заказа есть у этого? Да, сейчас я дам. Не напугает? Нормально. Он же просил, чтобы... Не-не-не-не. Нормально все. Пока красиво. С одной стороны две, а с другой стороны одну. Как же я делаю? Ну, я имею ввиду, если вот эти вот. А, папоротник? Да. Не-не-не-не. Ты так и не делаешь. И чуть можно было как-то протековать. Ну, наверное. Не знаю. А так просто, ну как? Одинаково. Ну, вот просто одна короче, другая длиннее. Нормально. Нормально или поправить? Нет. Можно чуть повыше, да. Ты ж тюльпаны по 150 читала, да? Три. Да, я с этой стороны теперь зайду. Здесь у нас калы. Тюльпанчики. Кортензия. Что еще? Чем будешь здесь? Сижу и думаю. Жалко, нет черных этих огуросов. А пера нет черного? Сейчас я посмотрю. Можно даже белые там вот. Берем. Где-то были маленькие перья черные. Сейчас я поищу. Решила добавить еще ветки. Да? Ну-ка покажи. Это веточки кизила. Я привозила, покупала специально для необычных, эксклюзивных наших композиций и букетов. Так что пока есть немного времени, поснимаю. Сейчас начнется тут у нас трэш. Надо выставлять тюльпаны на воду. И еще делаем заказы. И вот этот стол надо будет передвинуть туда дальше. А вот эту полочку надо освободить. Потому что завтра тут у нас будет касса. Так что еще много дел. Но еще на витрину надо поделать вот такие моно-букеты с тюльпанами, чтобы завтра люди не стояли тут долго в очереди. Хрустят. Хрустят. А Саша у нас все хомячит. И не толстее. А я завидую. Что ты отвернулась сразу? Ну-ка. У меня глаз попало. А здесь. А, ты будешь делать интересную композицию, да? Да. А эта композиция у нас, значит, такая шкатулка в форме книги из гипса. Я ее расписала. Это мы делали еще учителям на 1 сентября. Я привозила такие. Вот у нас остались. Была фотография в телеграм-канале. Клиент там ее увидел, нашел и сейчас прислал. Говорит, а можно? Я говорю, ну ладно. 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 Так и быть. Кого-нибудь сейчас буду просить это сделать. Красота. Так. Ну надо бюджет добивать, да? Я не знаю уже чем. Сейчас это посчитаю, может быть. У нас сумма 4 тысячи заложена клиентам. А тут получается как-то немного совсем, да? А надо. Ставь еще белые тюльпаны, чтобы калы поддержать. Ну что, Марина закончила композицию. Переживает. Очень. Почему? Вдруг не понравится. Вдруг клиенту не понравится. Если ему нравится, еще больше переживаешь. Что тебя смущает? Лотосы. Они классные, но они на любителя. Ну хотя, в принципе, цветовое сочетание на любителя, очевидно. Ну да. Ну он хотел такое сочетание. Нет, необычно. Он же хотел необычно. Ну вот. Сейчас посмотрим. Сейчас скинем фотографию и проверим. Все часов вечера. У нас еще стоят клиенты. У нас Керри еще тут гуляет сегодня весь день. Саша на ходу делает композицию, которая в книге уже сюда ко мне пришла. Саша, ты зачем ко мне пришла? У меня тут заказы. Я вам там выделила стол целый. Ресепшн. Она уже сюда переместилась. Меня вытесняет. Это мое рабочее место. Я тут принимаю заказы. Записываю. Сейчас у меня освободят место. Я уйду. Терри птичка летает тут у нас, гуляет. Ты спать сегодня планируешь? Птичка. Ну что, друзья, мы закончили. Остались самые стойкие, как всегда, я и Марина. Время на часах 3.30. Мы задержались вроде бы как на часик. Да? Да. Я такая лохматая, если что. Задержались на часик, а получилось задержались на пару часиков. Что мы делали с тобой? Мы навели порядок с Мариной. Угу. Угу. Мы просмотрели все заказы, выписали адреса доставок, просмотрели все карточки, выписали карточки под каждый букет. Закрепили, убрали у хомяков, убрали у этих хомяков, чтобы они нам не воняли завтра здесь. Вот дети уже бегают. А этот так рыбает. Вот. Что еще? Даже Марина помыла полы. Вот она. Я себе села. Вот она, труженица, да. Самая стойкая моя сотрудница. Угу. 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 Вот. Так что мы, мы супер молодцы. Теперь решили спать, не ложиться. Да? Безполезно. Потому что нам в семь часов уже надо вернуться сюда. Сейчас мы придем домой, искупаемся, покушаем, приведем себя в порядок, накрасимся. Угу. А что ложиться на часик, на два? Смысла нет. Будет тяжелее на бровь вставать. Мы решили не ложиться. Да, 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 да. Нормально? Нормально. Не первый раз такое. У меня, в Марине тоже было на другой работе. Так что все нормально. Выдержим. Надеюсь. Завтра поснимаю. Вернее, это уже сегодня. Ну да, сегодня. Сегодня уже поснимаю, как мы выдержим или нет. Вот. Наши хомяки, вот такие ночные жители, тут активничают. А днем спят. Это мы еще снимаем. У нас есть пять минуточек, чтобы дождаться такси. Марина ждет. А я пешком иду домой. Все. Всем пока-пока. До сегодня. Ну что, друзья, я себя еле взяла в руки. Собралась. Иду. Кто-то уже в магазине. Самый, самый трудящийся. Даша. Дашенька здесь уже трудится. И прям такая же веселая. О, Марина такая красивая. На макияже. Ну, я часик подремала. Да? Угу. А я нет. Что делала? Красилась. Я три. Красилась. Я три. Красилась. Я три. Ну, все. Ты самая бодрая будешь. А может быть и не ты. Кто-то еще там спит до сих пор. Кто-то подольше еще поспит. Ой, я что-то... Лучше бы, да, не спала. Нет, я прилегла. Думаю, отдохнет тело пускай. Оно же есть такое. Три часа, если спишь, то вот ты высыпаешься. Если ты спишь четыре, то нет. Как-то так, короче. А там сверечек. Да. Если час, по-моему, тоже ты там. Ой, я прилегла на часик. Сделала такой массаж. Ног вверх подняла. Потом, думаю, полежу. Спина отдохнет, отдохнет. И уснула. Ну, так. Подремала, не уснула. Я даже встала без бутильника. Так это моя палочка. Угу. Я в ванне полежала. А потом я не лежала. Не люблю в ванне лежать. Да? Она очень длинная. Да. 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 Может подождать, чтобы она раскрылась? Вообще нет. Ты такая красивая. Тамара. Ну, вообще, на макияже. Сейчас свет будет. Даша, а ты? Когда меньше всего спала, будет самая красивая. Угу. Угу. Я тоже. Я тоже чуть-чуть. Хочу быть красивая перед клиентами. Угу. Так, ладно. Приступаем к работе. Поснимать. Поставщик нам привозит тюльпанчики на луковицах. Вот так запечатаны. Больше половины я заказала на луковицах. Они так дольше хранятся. Как будто они еще стоят на клубе, растут. Запечатаны. В холоде они замирают. Прекращают свой рост. Вот. И вот такая стопочка красивая. Теперь надо луковицы мы срезали. И ставим на воду. Поставили на воду. Теперь они начинают свой рост опять. Вот такой процесс цветов тюльпанов. И вот так вот в таких упаковках. Видите, они в холодильнике, когда стоят, они рост останавливают в холоде. Это в тепле они быстро растут, а в холоде они замирают. Вот так на луковицах. Как будто он еще на грядке. Тут влага подкидывается. Таким образом на север. Северные города отправляют от нас с Краснодарского края. И они очень успешно туда доезжают. Все. Теперь мы их выставляем на воду. У нас уже клиенты. 7 утра. Мы открылись, чтобы поделать еще какую-то работу, успеть. А у нас уже заходят клиенты. Так что работа кипит. Передвинули мы стол. Освободилось здесь место, чтобы клиентам было лучше. Ходить больше было. Все. Потом еще что-нибудь. Надо хотя бы посмотреть. Я ее помню. Она хорошая. Я приду домой, меня убью. Марина, нам подарили море? Марина, конечно. Последнюю очередь. Значит будет счастливой. Сейчас Анжеликой попробуем. Под повеселенность сочетается или нет? Можно уже кофе заваривать, Анжелика. Можете приступать. Жорик, с клубникой сочетается это? Конечно. Александра наша сделала такой красивый букетик на заказ. Очень красивый по сочетанию цветовому. Здесь пиановидный тюльпанчик. Розово-белый, голубой покрашенный. И такая современная упаковка с буквами, с надписями. Ну-ка покрути мне его еще. Красота. Тяжеленький? Весьма. Все. Идет поздравлять прекрасную девушку. Тут написано это прекрасно. Так, я иду снимать вас, Даша. Как это боюсь. Покажите. Приподнимите мне. О, вот такая красота тут у нас. 101 тюльпанчик. Как? Боимся, что он сам себя может победить. Очень тяжелый. Тяжелый? Да. Да. Вот эту упаковку сверху помирает. Там свой монет упаковывает. Это те же обязанности. Какая-то всяких спросить с ним. Не знаю. Ну так нелегкая задача. Казалось бы, да? Что там сложить тюльпанчик? 101 такая уже. Сочная конструкция, да. Угу. Вам тогда желаем повышения поскольку. Да, выше уже нету. А, уже нету? Уже нету, да и не хочет. Так. А может, хозяин нам будет? Нет, я знаю, что такое вообще. Честное слово. Тома, не снимай. Это, наверное, самое тяжелое и неприбыльное дело, которое нужно открыть. Тома? Для сравнения. Тома, хотела здесь ходить. Тома, собран. Нет, я, кстати, не хотела. Там мне... Клиенты. Да. То клиенты, то еще кто-то мне советует. Да, сейчас я советую. Пару концепций. Пару концепций. Пару концепций. Пару концепций. Буду, что кофе в свете. Одна. Одна на фаваран. Они еще работают? Они еще работают. Они еще работают. Пошло сделать, да? Ну, нет, я не знаю, почему это. Как он из клеток? Ну, она же есть, справка. Нет. Нет. У вас нет. Упады есть. Как? Упады есть. Упады есть. Упады. Сейчас еще. Молодец. Сейчас, возьми, третий пальчик. Сколько по весу, Саш? Примерно. Ой, но руки у меня уже болят. Правильно. Гулять так гуляйте. А нет, я лежу там, у себя не дарюсь, не дарюсь. Я не знаю. Я не лупаюсь. А почему тогда не тирпаны? Надо едить? Я не могу. Я сегодня вижу по городу, где тирпаны. А, спасибо. И я всем. Маме, бабушке. Подарю тирпаны. Я думаю, ну нет. Хватит. Нет. Для кофейни вот это идеально. Да. Вы сразу сказали. Лилия вам. Вот почему мы обычно спрашиваем как никого. Тирпаны там. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует. кто досмотрел до конца вы видели что сам день 8 марта я практически ничего на не снимала я телефон брала в руки лишь для того чтобы сделать очередную доставку отправить у нас еще там случилось отключение света и когда клиенты заходили в магазин и говорят о нет тут темно ничего не видно я пошел другой магазин можете представить мое состояние и в итоге чего я боялась то и случилось у меня был большой остаток цветов я очень переживала по этому поводу и видимо от этого и случилось такое у меня эмоциональное выгорание что мне ничего не хотелось больше делать ну надеюсь что я восстановилась теперь буду в ресурсе буду дальше снимать новые ролики и радовать вас так что всем пока пока пишите ваши комментарии ставьте лайки а поэтому пока Продолжение следует...